как обычно мы поговорим о Иванское чтение которое сегодня читалось оно очень интересное сегодня два читалось Иванское чтение, но мы на одном остановимся и потом уже поотвечаю на ваши вопросы и вопросы и ответы если у меня все хорошо слышно напишите что слышно или просто всех вас приветствуем да добрый вечер вас спасибо все я вижу уже комментарии значит все хорошо слышно спасибо Господи Игорь сегодня у нас Иванское чтение было так вот скажем так очень для души мне близко я сказал так почему потому что сегодня мы вспоминали когда Господь проповедовал он дал новозаветные заповеди которые на горе Ильонской так называемой Масленичной горе дал где он часто достаточно проповедовал и заповеди которые уже не запрещающие безусловно заповедь который Бог дал Моисею на горе Синайской естественно мы их соблюдаем если оступаемся каемся в них то есть они больше заповеди ограничивающие были то нельзя делать это не делай здесь же мы добрый вечер Игорь добрый вечер Валерий заповеди блаженства что такое блаженство некоторые скажут ну это когда хорошо там в баньке и тому подобное ну может быть и так но на самом деле блаженство в духовном плане это на высшая степень духовного счастья поэтому когда вы услышите блажение нищий духом якоть их есть царство небесное то есть это сразу нужно вникнуть немножко понять в каком плане то тут ты счастлив что ты нищий духом но мы может быть разберем некоторые заповедь передо мной монитор мы будем чтобы не сбиться вообще наверное прочитаем это иванское чтение и и тогда уже немножко его обсудим здравствуйте Вера здравствуйте Светлана вот ну давайте так исследовала за ним то есть за господом множество народа из Галилеи десятиграде юрусалима в идее и за иордана то есть практически со всей округе выведев народ он зашел на гору и когда села приступили к нему ученики его и он отверзли уста свои учил их говоря блажение нищий духом ибо их есть царство небесное ну давайте может быть немножко сразу останавливаться на каждой из заповедей чтобы далеко не уходить то есть блажены мы выяснили то есть счастливы блажение нищий духом ях есть царство небесное что такое нищий духом то есть это осознавание того что ты не не все знающий ты не выше духовенства патриарха потому что есть и такие которые говорят что вы там учите я так сам все знаю вы мне нужны то есть гордыня и прелесть то есть осознавание того что ты сокрушаясь о том что ты еще не все познал и тебе нужно много духовно расти это подразумевает то что твоя крутость даст возможность обрести царствие небесное положение плачущие ибо те утешиться то есть возникает вопрос неужели нам надо плакать чтобы утешиться и от чего утешиться и о чем самое главное плакать здесь речь идет о покаянии о осознавании своих грехов когда мы осознаем свои грехи мы в них каемся наша душа начинает исцелеть исцеляться вспомните во многих местах священного писания господь говорит исцеляю тебя иди но более не греши дабы не было тебе хуже вот поэтому здесь мы делаем акцент всех еще раз всех приветствую здравствуйте кто подключается более не греши и когда человек кается в своих грехах он уже врачует свою душу значит как следствие и облегчается какие-то моменты телесные то есть и врачуется и тело в том числе давайте пойдем дальше блажение кроткие ибо они наследуют землю но здесь в принципе понятно то есть скромные кроткие ну какие еще можно те такие синонимы деликатные дипломатичные то есть ну кротость сама по себе она за себя говорит поэтому господь им даст возможность наследовать землю то есть руководствовать если можно быть руководителем если можно так сказать потому что когда господь придет во втором пришествии он же землю не уничтожит ну вот и вот он поставит кротками чтобы они наследовали наследовали злеем да блажение алчующие жаждущие правды и акати насытятся то есть не просто ты бьешь себя в грудь я православный а когда приходит момент защитить свою веру и ты в кусты бежишь это не по это ты не апологет не защитит своей веры но ты искренне от уж что такое алчущий и жаждущий то есть находящий напитаться напитаться чем вот в том числе чем с вами мы сейчас занимаемся духовным развитием духовным таким ростом и вот когда мы и к этому стремимся скротостью чтобы не дабы превознестись над кем-то но самому быть более грамотному потому что не все посвящают воскресную школу для взрослых или катехизаторские курсы проходят вот тогда мы насыщаемся то есть насыщаемся этим учением пойдемте дальше блажение милостивые якати помилова не буду то есть здесь понятно счастливы те которые поступают сострадательно милосердно те господь помилует спасибо господи благодарю вас за обратную связь блажение чистые сердцем якати бога возраст ну сейчас вы сразу скажете то есть чистые сердцем это младенцы в первую очередь потому что они не имеют своего личного греха от родительского и прародительского греха они омыты в таинстве крещения вот поэтому они чистые сердцем не могут бога возреть ангельский мир возможно возможно но здесь же не не говорит господь не для младенцев а для взрослых людей он говорит поэтому он обращается к нам в том числе каждому каждому человеку который является верующим человеком православным христианином в первую очередь потому что здесь речь идет о вере и чистый сердцем конечно после покаяния после того как мы соединились с господом посредством принятия все тело и крови его нам естественно господь очищает и совоскрешать нашу душу и может быть на мгновение но конечно соединяется господом мы приближаемся к его святости и сами в какой-то мере на секунду но может быть становимся святыми почему я так говорю потому что когда священник берет агнец в руки и вы слышите такая такие слова святая святым то есть святая то что в руках тело христова а святым это те которые состоят стоят за спиной священника то есть это вы миряне вот поэтому святая это мы святые вы святые но каждый человек может стать святой приведите хотя бы одного из святых любого который не стремился к этому стремился к единию с богом общение поэтому у каждый человек может стать святым но нужно прилагать усилия безусловно но вот это значит о чистоте сердца вообще с сердцем видите некоторые говорят что вот но это это чисто такой это не догматический момент что в сердце душа есть но возникает вопрос а если сердце пересадили значит душа у тебя другая ли душу у тебя забрали конечно же нет душа она как господь она вездесущая только душа она присуща всему телу она прибывает там где хочет скажем так так блажение миротворцы ибо они будут наречены с нами божьими что значит миротворцы миротворцы это те люди которые сохраняют мир или стоят на страже мира допустим мур сюда можно соотнести на военнослужащих миротворцев до которые поставили в какое-то государство дабы сохранять мир в первую очередь да миротворцы также может миротворцем будет каждый человек который пытается примирить поссорившись мужа жену друзей подруг там родители с детьми то есть он в том числе миротворец но почему они назовутся сынами божьими ну и в кавычках дочерьми да почему они назовутся потому что господь показал своим примером пришел в этот мир дабы принести вот миротворческую такую миссию примирить человека творение с его творцом своим личным примером ему не нужно было креститься на водах иорданских вот я на крестителя не нужно было пророка да но это каждый должен исполнить то что ему поставлено скажем так блаженны вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за меня я сразу русский перевод взял чтобы вам было проще понять почему мы будем счастливы когда будут гнать нас за господа потому что высшие награды построить за господа нету ничего можно много ходить в храм порой больше даже как привычка но сразу ты отрезвляйся и будешь ли до конца за господом если ты верен ему вот самых таких тяжелых ситуациях годы лютой гонений по господь показал кто с ним кто нет кто отрется к него кто нет я потом все почитаю что вы пишете давайте мы уже расскажем радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах будет так гнали и пророков и бывших прежде вас вы соль земли то есть без соли все приторно поэтому символист приводит соль если же соль потеряет силу той чем следует делаешь ее соли соленую она уже ни к чему не годна как рази выбросить его на попрание людям то есть вот такое интересное иваньское чтение но достаточно очень интересно пересекается сегодня с апостольским чтением потому что все это на иваньское чтение оно должно созидаться на ну сразу вот прочитать чуть-чуть буквально начало хотя бы апостольского чтения сегодняшнего плод же духа любовь радость мир долготерпение благодать милосердие вера крутость воздержание на таковых нет закона то есть на тех люди которые живут таким образом господь не будь столь строг к ним потому что они уже вот уже живут на в мире и любви с богом и в том числе с ближними вокруг себя в том числе ну давайте все таки доскажу если вы если мы живем духом то по духу и поступать должны но не будем числа отчиславиться друг друга раздражать друг друга завидовать то есть предостарегает апостол братья если и впал человек какое согрешение вы духовно исправляете такого в духе кротости то есть любовью а не поносить его ты такой сякой ни в коем случае исправлять такой дух кротости наблюдая каждый за собою чтобы не быть искушенным носите время друг друга и таким образом исполните закон христов вот вот закон который господь нам дает закон любви сострадания взаимопонимания и поддержки вот такие у нас сегодня иванское чтение и апостольское послание апостола пала галатом вот такое интересное который многогранно его можно было на целый час все это раскрыть и еще с одной стороны с другой стороны ну я надеюсь у вас может быть на основании этого что я сейчас рассказал про чел возникнут вопросы ну и может быть конечно свои какие-то вопросы которые в течение недели вы хотели задать ну давайте я пролистываю наверх вашим высказание благодарю вас за обратную связь за ваши лайки так что не бог сейчас секунду так здравствуйте благословите бог благословит вечер добрый барух ашем Игорь разведи тебя Игорь мир вам мир вам бог благословит то что я не я не бог но может быть я может быть уже в контексте здравствуйте батюшка здравствуйте добрый вечер добрый вечер добрый вечер скорее бы он пришел уже но подождите маленькую ремарку сделаю с одной стороны мы ждем второе пришествие христа мы это исповедуем символ вере молитву который даже должен знать каждый верующий православный человек символ веры три молитвы вообще 7 летний возраст мы уже должны знать вернее научить своих крестников это ученаж это богородица дева радуйся молитва к богородице кратенькой символ веры потому что 7 лет возраста отрок уже начинает исповедоваться но исповедуется он на основании своей веры которую уже научили родители или крестные родители крестных родителей прямая обязанность вот поэтому символ веры так надеюсь Константин помолись пожалуйста за Светлану о здравии мамочки сильно простыла под крепью господи Светлана добрый вечер можно задать вопрос задавайте еще в херумской песне нас мирян приравнивать якоже херувимы может так здравствуйте крепкая долгая жизнь спаси господи пойду послушаю на союзе сегодня Митаян кандидат богословно-медицкий психолог Анастасия Света Денинский Игумен Иоанн с божьей помощью так здравствуйте так у меня розарии исчезли сами собой розарии это от лукавого у меня розарии исчезли я не честно говоря не знаю что такое розарий поэтому Алексей простите так нужно ли приходить в храм подходить ко всем иконам в принципе в этом крайней необходимости нет чтобы тоже фанатизма такого не было подходите в первую очередь к центральной иконе потому что на центральной на центральной монололе лежит или храмовая икона или праздника икона или того святого который сегодня чтится вот а потом уже по необходимости где вы ставите свечку там прикладываетесь то есть в духовном плане в принципе сугубо обязательного чего-то нету почему потому что Господь нам дает свободу выбора от того что все мы иконы пройдем это неплохо это благоговение наше к святыне мы обращаемся взирая на икону к тем первообразу к святым которые рядом с Господом но это не должно быть насильно самое главное это должно быть в радость так ненадолго потому что у меня тошнота здесь мальчик хорошо я понял Валентина будьте как птицы небесные в том числе ну тут видите в чем Господь говорит о птицах небесных потому что Господь указывает чтобы люди не привязывали сильно к земному потому что в частности в другом месте Господь говорит приду ночью заберу твою душу в принципе и его потому что она идет Богу и что ты возьмешь с собой поэтому мы не должны накопительством заниматься то что нам необходимо для жизни то мы и используем да какие то вещи необходимы финансы но не для того чтобы жить собирать или зарабатывать деньги ради денег да все равно должен быть такой здравый смысл в том числе и в досадке и в расходе можно вопрос Анечка я же сказал задавайте пожалуйста ИДЛИП ИДЛИП я не знаю где это такое ИДЛИП напишите для общего развития почему усопшим положено четкое количество цветов не почему это суеверие это такой стереотип давайте так сразу договоримся кому ответил на вопрос чтобы я видел что я ответил вернее что вы услышали вы нажимаете лайк там или сердечко что у нас есть здесь чтобы я видел что вы услышали меня мой ответ Лариса еще раз скажу это определенно стереотипный момент как и в цветах да были калы да для похорон гвоздики использовали ну хорошо а розы дарят там допустим ну как стереотипно тоже сложилось там красная роза знак любви там половинки своей тогда получается на похорон нельзя нет все что Бог создал Бог дал планет тех же самых цветов любое можно использовать вот относительно количества тут никакой непряски нет мы каббалистикой не занимаемся поэтому смысл это такое суеверие присаживается немного перед чашей если вы высокий это норма не совсем пони вопрос но предположу присаживается а наклоняется сильнее да в принципе неплохо может батюшка чуть-чуть выше главное чтобы не дергана мы подходим при части складываем ручки крестообразно на груди чтобы не дай боже не дернуться не ударить чашу не задеть ее потому что если мы вот так будем держать будем подниматься и руками инстинктивно чашу можем толкнуть а здесь уже кроется такое искушение поэтому можно немножко присаживаться наклоняться дабы было удобно священнику вам в рот положить лжицы тело и кровь греха в этом нету главное чтобы это было ну так аккуратно и благоговейно сергий если ответил нажмите пальчик чтобы я увидел что вы услышали меня лайк все вижу спасибо большое дальше татьяна дача у меня ипо ипо дрик а фу дача простите христа ради доча доча у меня подруя постоянно что-нибудь ее беспокоит чего-то страшится я понимаю что вы понимаете значит так татьяна на всякий случай дальше напишите мне ее возраст чтобы я немножко ориентировался но если все цело наши все страхи основываются на нашем маловере когда мы веруем когда мы помолились допустим перед сном или днем в течение дня можно читать молитву оптинских старцев в первую очередь царю небесным мы читали почитаем чтобы призвать духа святого бога чтобы он укрепил нас и оградил от всякие скверные и очистил всякие скверные поэтому страшно в первую очередь тому кого нету как мы читаем в акафе слава богу за все в сердце Христа кого в душе Христос тому благодать и тиш поэтому в первую очередь мы должны понять что мы с богом а богу нет ничего невозможно только единственное что он не может лишить свободы выбора человека во что он ее дал и не ущемляет они и цветы считают может быть батюшка а как вы представляете второе пришествие Христа я его в принципе не представляю мы основываемся на откровении Иоанна Богослова так называемой книге апокалипсиса что придет антихрист сначала покажет знамения соблазнит многих во многих практически останется очень мало веры будут гонения безусловно воины глады Господь пошлет двух пророков Моисея и Ноя которые призовут к покаянию людей и в том числе если можно так сказать сразятся с антихристом и потом уже во всей своей славе ангелов и святых будет второе пришествие Христа географически ну это чисто предположительно будет также в Иерусалиме там есть такая площадь скажем так под стенами немножко ниже старого города иерусалимского Old City так называемого ну предполагать что там на самом деле Господь придет туда где более будет это нужно для спасения людей но то что он уже приближается об этом все увидят и узнают знаете ну может быть как предположительно знамение будет какое-то да как вот при Константине великом да ему Господь крестное знамение на небесах показал поэтому вот всяко может быть за Господа невозможно ответить потому что его любовь безгранична так такой ну я надеюсь ответил на ваш вопрос Валерий если я ответил все вижу услышали меня благодарю так какой такая она есть какой ее создал Бог у нее свои уроки но и иногда трудно может быть я не спорю по поводу девочки вы спрашивали ее нет немножко не так ее не так создал Господь каждого человека практически идеальным скажем так в утробе материнской сотворяет но идеал в каждом направлении свой у кого-то есть немощь и этой немощью он может спастись у кого-то красота есть допустим скажем так как с картинки но через эту красоту человек также может принести большую пользу душе своей и другим а не в разврат ее направить поэтому тут каждому Господь дает свой путь но он и выбирает идти или нет нужно ли давайте дальше пойдем Людмила так нужно ли произносить просьбу при чтении Акафиста если его читаешь каждый день не совсем понял просьбу мы прочитали Акафист ну и конечно можно и своими словами если она благоразумна эта просьба то можно конечно обратиться и нужно Господь просить и дастся вам Господь сам призывает стучить и отвежаться вам то есть стучить и откроется вам вот поэтому можно просить но должно быть в рамках благоразумного потому что бывают разные комичные вообще случаи там когда мужчина стоит в храме и говорит Господи помоги мне купить Бэнкли спрашиваешь зачем вам Бэнкли он говорит у меня у соседа Бэнкли если у меня нету вот бывает абсурдно а просить нужно Господь слышит поверьте слышит если ответил Людмила нажмите пальчик пожалуйста так Людмила она уже нету в эфире ну за все слава Богу так Мария батюшка я вчера была в монастыре святых братьев Бессерим Косьмы и Дамиана в Алушке там есть источник я привезу вам воды с вашего позволения если в самолете не отберут могут отобрать могут к сожалению могут отобрать потому что больше 100 грамм в совокупе в самолете нельзя провозить но кто знает может Господь да и управит так что не заберут ну если будет забирать значит выпить спасибо Господа я дальше рад за вас так дальше Анечка все таки написал почему во втором пришествии Иисуса Христа будет суд если когда человек умирает он уже попадает в рай или в ад я так предполагаю во первых суд будет над живыми в том числе потому что они еще не предстали перед Господом на суд будет суд и над над святыми только не будет суд над теми которые в аду естественно над ними будет как бы может быть оправдать их многое опять-таки им дастся свобода выбора Господь будет и спрашивать каетесь ли вы в том что мы содеяли потому что есть некоторые люди когда приходят допустим даже в моей практике было такое каясь в чем каюсь в грехах своих каясь что ты сделал ничего не сделал ну какой-нибудь грех ты совершил в своей жизни никакой грех не делал но я говорю ну ты завидовал не завидовал ты осуждал людей не осуждал вот и такие люди есть поэтому тяжко будет для того Господь то есть Господь даст возможность ну если так банально сказать попросить прощения так моя знакомая беременна третьим наверное ребенок ребенок будет если они захочут меня взять в крестный можно три раза может быть третий раз крестный но надо и соответствовать тому какой ответственность вы на себя берете Валентина Валентина и Анечка если ответил нажмите пожалуйста вижу спасибо Бог не Бог не не кроме Аллаха ну тяжело назвать Аллахом Богом у вас своя точка зрения я вам свою не навязываю так спасибо батюшка за молитвы дальше пойдем так спасибо за ответ во славу Божию смирение все смирение все понимаю а где взять иногда не знаю где взять смирение вообще интересная тема да вот человеку Господь помогает и для смирения и для спасения в том числе вот смотрите у человека много гордыни он устраивается на ту или иную работу Господь ему подает такого начальника строптивого строго который его гоняет начинает хотя сам говорит на исповеди на молитве я гордец дай мне смирение ну вот тебе начальника давай посмиряйся он начинает вместо того что принимать то что просил он у Господа он говорит господи да за что ж мне такое начальник злые дни да я уволюсь ну ты ж просил хорошо ты начинаешь дело какое-то там бизнес начинаешь и тебе мудрые люди которые может даже поимели опыт в этом делании они тебе говорят не начинай этого не нужно потому что ты много денег потеряешь ну к примеру даже я не беру там здоровье эмоции там подобно он говорит да откуда вы знаете да вот вы просто неправильно делали у вас не получилось тут раз у него все шиворот на выворот начинается он говорит да что ж такое да почему это так но тебе же Господь посылал эти люди они тебе подсказывали ну ты же гордец ты же сам знаешь что тебе нужно поэтому иногда нужно и прислушаться тому кого Господь тебе посылает проявить смирение благоразумие а в идеале смиренно мудрее так давайте я дочитаю ваш вопрос статьи а то я немножко ушел так а где взять я не знаю на ногу в автобусе наступили толкнули все капец им я им сочувствую осуждение тоже парилось здесь со мной не так говорили опять я недовольна ну я верю в вас Татьяна Кате и в своих грехах я думаю Господь управит что все у вас получится в Библии не о монахах не о монастырях и церквах нету вы правы в принципе именно как терминология скажем так монастырь или церковь не было в Библии церковь называлась скинией первый храм еще в Ветхом Завете который Господь повелел Моисею сделать то есть это первый храм был скиния синагога это тот же самый храм ну уже чуть-чуть более позже так называемый но и Библии то нету такого названия в самой Библии понимаете и Евангелия названия то тоже нету в Евангелии то благая весть переводится и много чего в Библии не написано терминологией скажем так на что сегодня мы используем поэтому Алексей лучше не мудровать чтобы в Диблии не зайти если вы меня услышали Алексей нажмите пальчик я понял что вы меня услышали мне нужна от вас обратная связь так был вопрос про обхождение всех икон так вы сказали что мы обращаемся к святым который находится рядом с Богом да только Господь с большой буквы а не проще ли обращаться к Богу мы тоже обращаемся безусловно почему мы к святым обращаемся во-первых это немножко такая кротость чтобы сразу не дерзать ко Господу во-вторых они своей жизнью пережили ту или иную ситуацию ну к примеру да в блудных помыслах там прелюбодеяний измены обращается молятся святой Марии египетской почему потому что она в свое время была блудница но познав Господа изменив свою жизнь покаявшись на нас подобилась святость то есть кардинальная жизнь изменилась то есть поэтому поскольку она пережила это и из у нее получилось исправиться в этом грехе мы обращаемся к ней за молитвенной поддержкой о которой о которой она уже обращается к Господу не она помогает а Господь помогает по ее святым молитвам это я к тому говорю что мы порою не уравнивали или не превозносили того или иного святого выше Господа даже Богородица не выше Господа поэтому нужно это четко понимать дочери 30 лет о когда там много наверное еще все будет вопросов не ходит она в церковь ну молитесь они молитва матери очень велика и я думаю Господь управит батюшка скажите пожалуйста Бог знал что его сына Иисус Христа казнят люди конечно знал вспомните моление о чаше уже и сын знал что его предадут и он обращался к отцу и просил что пусть минует меня сия чаша моление о чаше почему потому что он знал и отец обращался к отцу который скажем так вот послал его на заклане это но он боялся как человек в Христе соединилась две природы совершенный человек и совершенный Бог поэтому просто как человек он им испытывал страх что ему больно он будет страдать но его и укрепляли в этом так 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 привезли мира спаси Господи как может быть Бог не знал кто свыше его я понимаю что так дальше много лета спаси Господи если Бог знал что Иисуса казнят люди значит он своего сына посла на заклание да в том числе на заклание за что и для чего вернее за что наверное нет а вот для чего для примера и для того чтобы омыть первородный грех да своей кровью омыть грехи рода человеческого ведь он еще называется именуется искупитель то есть он искупил свои крестными страданиями соединил вот новый завет почему именуется завет в чем союз союз Бога и человека и вот Господь вочеловечился чтобы человек обожился то есть приблизился к Богу воссоединился он через таинство крещения в частности на этот союз так да все знали видео да конечно вы правы так за наши грехи все правильно жестоко не жестоко тут есть во всем логичность и закономерность так так сейчас что у нас нет грехов грехи есть понимаете господь искупил грехи рода но склонность ко греху у нас еще осталась она есть почему ведь таинство крещения омывается родительский и прародительский грех а если это взрослый человек крестит то и в его личный грех все грехи омываются до момента его крещения почему младенцами крестим раньше потому что крестные родители берут на себя функцию воспитателя чтобы научить своим личным примером воцерковляя ребенка чтобы он меньше на грешу меньше оступился то есть более жизненный путь у него был и в том числе в духовной жизни вот поэтому у нас склонность греху осталась и вот знаете я сразу момент такой отвечу говорят что дети это ангелы чистые подождите вспомните они может чисты сердцем но они не безгрешны они уже имеют родительский прародительский грех вы скажете почему ведь они маленькие и тому подобное но не грешите родители вы же не можете не грешить не можете поэтому за ваш грех омывается прародительский адам и его омывается но на чем я здесь хочу сделать акцент так ребенок он не ангел ангел не грешит вообще он не знает что такое грех ну в смысле теоретически он знает но он никогда ему это мерзко перед богом он бы если бы не священники ангелы как Иоанн Златоус говорит стояли бы на исповеди то они бы уничтожали все что мерзкое пред богом вот и вспомните слова царя Давида Псалмопевса сейчас у меня монитор потух и во грехах родимя мать и моя поэтому уже во грехах мы рождаемся милость склонность к греху мываемся в таинстве крещения от грехов родительских если это младенец если взрослый человек и своих личных так мощи это по писанию мощи ну в священном писании мощи нету там ведь что такое мощи мы чаще все мощи ассоциируем со святыми святые мощи не просто мощи это тело тело останки тело в первую очередь мощи это тело ассоциируем со святыми нету ну а то мощи мощи это тело поэтому это более церковно-славянский язык так вы хотите сказать им нравится когда их казнят бьют и все такое нет нет тут не это я хочу сказать немножко вы горыныч не поняли господь знал что его казнят но понимаете вот я символизм такой приведу вот берем мы семечку мы делаем ямку мы кидаем эту семечку в ямку зарываем поливаем что семечка происходит она умирает если она не скажем так не умрет не раскроется то она не сможет дать корни и потом уже корень дать ствол и потом не будет другие плоды то есть чтобы дать жизни семечку своеобразно приходится умереть вот вам ответ господь подобие семечки он пришел на землю чтобы появилось столько плодов в лице святых в том числе так горыныч вы хоть здесь вы нажмите пальчик чтобы я понял что вы слышите меня так вот сейчас это описание Татьяна где так дальше прощение Богу это уже надоело за миллионы лет все просят что что-то у Бога то денег то здоровья поэтому но Господь сам разрешил просить поэтому чего мудровать главное чтобы это не для погибели просилось если будет перес пересуд тогда почему он сразу допускает идти в ад потому что у человека свобода выбора есть он может идти в рай но нужно трудиться для этого никто ж не гонит его в ад человек то сам оступается ему больше нравится грех чем вот смотрите банальная ситуация есть есть к примеру мужчина и женщина ему и ей Господь дает возможность жить самому допустим не обременяться каким-то браком к примеру ну к примеру да я пример привожу вот но она говорит думаете нет так неправильно у меня должен муж быть дети хорошо хочешь так пусть будет Господь тебе дают мужа к примеру он начинает говорить я хочу кушать я хочу ходить в чистом ты говоришь да нет зачем мне это я так спокойно хорошо жила до того как у меня мужа нет а родить а тяжело как рожать было и начинает роптать муж начинает вот покажу сам у меня никто за носки грязные не ругал нервы не мотал и тому подобное тебе Господь давал спокойно жить одному ты не захотел брак это замечательно но когда ты так же относится к браку с такой же любовью и бережливостью так же как к своему уединению не одиночеству одиночество получается тогда когда ты провел глупость в отношениях а уединение я подчеркиваю уединение мы можем помолиться спокойно и тому подобное порассуждать о смысле жизни а вот одиночество это уже наказание когда у тебя есть и люди которые могли бы с тобой пообщаться и поддержать а они от тебя отказались потому что в коей-то мере или они или в большей степени ты сам виноват ты не оценил и не уберег вот поэтому сейчас я вспомню допускается вот поэтому Господь дает свободу выбора иди в рай пожалуйста вот она дорога иди в ад с песней пляскать никто тебя не заставляет трудиться молиться и тому подобное так если я ответил вам Анечка все вижу что услышали благодарю так батюшка здравствуйте моя очень хорошая знакомая Мерла Царство Небесное она татарка могу ли я молиться за нее есть у нас молитва о некрещенных но она читается частным образом келейно так называем то есть не в храме в храме мы молимся только о крещенных потому что мы в православной церкви крещены право в честь святого того или иного и по святому имени мы молимся вот поэтому если она не крещена вы можете о ней молиться но частным образом так можете и в интернете загуглить молитва о некрещенных добрый вечер батюшка добрый вечер все время господи да все это мы уже читали так так это все читали так служба у меня налетели бабки что поехали работать не хочет и так далее ну трудитесь идите работайте вообще бабки это классная вещь как вы говорите бабки а я их называю это божьи божьи стражники а чего они сторожат они сторожат в храме благоговение целомудрия и порядок они хотят чистоту в храме вы пришли в штанах вы же понимали куда вы идете одно дело что вы пробежком вас вот допустим там москва из метро вот храм внутри ну давай я в храм зайду это один вопрос а когда вы идете целенаправленно еще и допустим в штанах это уже такое неблагоговение определенное хотя с вами соглашусь в одном вопросе в первую очередь прийти в храм нужно с душою а не там в штанах или там в прической в первую очередь вы душу идете к Богу несете на умножение любви я бы сказал так ну а наши бабушки это наши защитницы наши платочки чтобы в храме у нас было целесообразно и благовейно так Ирина приветствую Ирина дошел до вас если очень грешный человек уже умер ну не вам судить очень или не очень сразу вас попрали и по второму пришествию Христа он живет снова а зачем как может быть покаяться как благозумный разбойник в том числе чтобы снова в ад на навсегда вернуться или я что-то не понимаю господь говорит авоката предоставит так дальше темного завете мощи это останки прочитаемых святых людей которые своё желание любовь людина да все правильно так когда твой ребенок что-то сделает плохое ты захочешь его изменить да все правильно Валентина промолчу ноль комментариев как вы относитесь автокефали который провозгласили провозгласить в Украине хотелось понять по этому вопросу и просветиться вообще тут нарушение многих канонов и догматов нарушение происходит во-первых есть на Украине скажем так уже церковь она нормальная она не просила какой-то автономии она согласна не так давно было у них на Украине собор где единодушно согласились что мы хотим быть частью русской православной церкви московского патриархата те которые раскольники так филарета так называемого да это уже тут политическая арена включается если все-таки константливольский патриарх даст автономии то здесь начнется страшно я вам скажу это будет взрыв тут русско-православная церковь откажется от общения с Константинополем это однозначно и даже я думаю многие откажутся потому что двадцать лет этот патриарх сам говорил что там не нужно никакой автономии признавал эту церковь теперь считает что она в кавычках не легитимная легитимная вот поэтому тут уже такие вот не хочу этого слова но это про американские какие-то действия поэтому однозначно у церкви будет объективная реакция на это я согласен с этим потому что происходит одобрение того что происходит на Украине в том числе в духовном плане а это недопустимо в церкви есть такое понятие соборность вопросы должны решаться соборно а не единолично константинополемость патриарх это не папа единолично который все решает так так интересно будет жить все одному тоже миллиону лет с ума сойти так все-таки за какой грех нет прощения капрал за какой грех нет прощения хулы на духа святаго господь говорит не проститься вовек хула на духа святаго если капралы здесь и услышали нажмите пальчик чтобы я понял чтобы услышали логическое причинание святых мощей основано на их чудотворении берет свое начало божественное откровение еще в ветхом бог благословил прославлять святых но вообще мы можем почитать конечно и от даже не только от мощей скажем так даже от края плаща петра того же исцелялись поэтому тут в ветхом зовите от милости то есть вот у моисея бы посох а уже элисея плащ был милость так называемого он от него исцеляется поэтому тут господь много показывает милости своим так так просил господа он дал но когда я сам понял что то что просил не нужна мне да бывает такое спасибо батюшка слава боже ответили 10 так дальше вопрос проси я ответ а эфир да надеюсь ответил на ваш вопрос бог не наказывает он любовью направляет того только то только нам не всегда нравится да к сожалению и так бывает господь стучится стучится с любовью а ты не хочешь ну тебе разочек может не вразумить а иисус делал жест креститься на себе правой рукой иисус не крестился рукой потому что это уже скажем так это жизнь понимаете вы задаете такие вопросы церковь она развивалась дальше она не закончилась но только на воскрешение христа апостолы пошли нести проповедь о кресте и апостолы говорили и по моему если не ошибаюсь апостол павел писал я горжусь или не я радуюсь тому что на себе нашел крест христов то есть крестное изображение климент писал о кресте то есть масса чего где мы можем о кресте прочитать а уже крестное знамение именно перекрещивание во имя отца и сына и святого духа это уже следствие скажем так духовной жизни и развития церкви в священном писании библии много чего не написано но церковь развивалась я даже скажу больше в священном писании многих вещей не написано которые господь делал вспомните последние строки евангелия и много чего господь еще что сделал что не вместилось всех книг не написано не вместилось всех книг то есть даже того что господь делал не все написано поэтому не высасывайте из пальца проблему батюшка если не хочу не хожу в церковь но бога веру это грех если вы крещеный православный христианин грех объясню почему вы не исполняете те скажем так обеты которые должен выполнять православный христианин то есть вы грубо говоря духовная сирота когда вы могли бы приблизиться к богу намного ближе вы его используете как карманный бог у меня бог в душе да он в душе как частичка божия душа да но господь не зря говорит где двое или трое там и я посреди них а храм это сугубое место вы же не креститесь на улице вы же не венчаетесь на улице вас не отпевают в помойной яме нет но есть ему свое место храм это врачебница для души поэтому нужно и делать как положено не как ты мудруешь так а зачем ему было креститься мы люди грешные Иисус Иисус Господь и Бог наш Господь показал своим личным примером что нужно так делать так ничего не изменилось что казнили Иисуса или они казнили как жили так и живем как воины были так и так Господь не начинает войны это человек начинает а не Господь Бог то не виноват в наших глупостях и гордыне желания власти и тому подобное нет не напрасно вот ключевой момент значимости воскресения Христа и пришествия на землю в чем на третий день по своему воскрешению Господь спускается в ад для чего потому что в аду находили все святые в том числе на так называемом лона Аврамова а райские врата были закрыты в рай никто не входил до того как не пришел на землю Господь и не вочеловечился и после того как он освободил узы правильно то есть освободил от их пребывания в аду то есть было такое место где люди не страдали а находились в ожидании его первого пришествия и вот после этого они идут с ним в рай и сегодня вот и для вас Горыныч говорю если б Господь не пришел на землю сегодня мы так же не смогли войти в рай даже если б сильно хотели сильно были святыми а были но он Аврам потому сегодня каждый человек может войти в рай своей праведной жизнью святой жизнью боголюбивой жизнью так дальше Ирина сколько о может час в эфире если за прародительский и родительский грех я несу на себе это плюс свои накопления греха так мне и прощения не видать нет родительский и прародительский грех омывается во время таинства крещения потом у нас остается только личный грех то что мы сами делаем Ирина вы меня услышали? если подтвердиться что я беременна я курю как быть мне? Валентина по-моему однозначный вопрос ответ любите бога любите ребенка бросаете грех ради первого и второго я сильно плохая нет вы самое лучшее только нужно это оправдать то есть заслужить так где ваша семья я сегодня дома рядышком так спасибо батюшка за вопрос я вроде вопрос не задавал но может быть там наверное внизу много так инвалиды дальше я некоторые просто пролистаю вопросы потому что я долго так буду читать так львенок давно вас не было рад вас видеть добрый вечер добрый вечер скажите пожалуйста вот прихожу в церковь на службу и слезы градом никак не могу остановиться что может это означать такое было когда я только во церковь сплакал на это неплохо мое сокровище почему потому что многие молятся о слезах покаяния то есть наши слезы порою в храме это сокрушение о грехах то есть даже внутреннее даже подсознательное свое ощущение недостойно пред богом насколько он чист и насколько я грешен грязный что он любит меня такого грязного какой есть но он все равно меня любит я покаялся оступаюсь опять грешу и он все равно меня прощает и любит вот от этого осознания часто мы плачем что мы не достойны такой его любви но мы все таки стремимся к ней батюшка при чем ладно дальше поехали я чтоб хоть дойти так мария батюшка любой да 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 любит 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 боги так вот умеете вы батюшка в конце не поддержать человека иногда быть добрым хотя и иногда будет вопрос задавать не бойтесь задавать вопрос мы для того здесь с вами общаемся мы родные чтобы мы правильно вышли той или иной ситуации может даже эту ситуацию немножко надо описать или там в личку написать я вы знаете кто сейчас в эфире с вами иногда и по телефону общаюсь по ватсапу общаюсь я не против это если есть у меня возможность и время вот поэтому некоторые вы просите помолиться там записочки чтобы принять все это нужно обращайтесь священием который в нашем проекте по возможности можете им помогать помогать молитвенно молитвенно финансово финансово не можете никак мы безвозмездно все сделаем во славу божию но не стесняйтесь никогда обращаться что мы можем мы всем поддержим для того мы и встали на этот путь чтобы быть полезным вам в свою очередь в том числе и себе так дальше квирки ирина в данный момент еще никто и не и не в аду и не в раю распределять наши души бог начнет после божьего суда да ладно проехали дальше по-моему ничего не слышали или еще когда писали я не ответил пророки в книге где вы спрашиваете где написано о происшествии пророков в книге откровения она богослова сейчас наши души где-то в буферной зоне это в буферной зоне пока простите за шутку батюшка вы сказали что отца владимира головина запретили в служение на три месяца есть такое обновляют обвинять сектанцев в разуме господи бывает такое ну на самом деле батюшка некоторые вещи смотрел но перегибал на самом деле перегибал он батюшка хороший подкрепи его господи но может быть так и нужно порой нас отрезляет господь чтобы мы не сами не загубили себя не тех кто рядом с нами так услышал но не понял до конца можно попроще ответить капрал повторите вопрос продублируйте чтобы я понял хулан а духа святаго да ну как вам ответить проще допустим обращение гадалкам колдуна то есть это в том числе до хулана духа святаго вы приходите в храм и говорите бога нету или же вне храма и какая как-то хулите то есть оскверняете своими словами бога или даже делами там икону мусорку выкинули и тому подобное то есть вот это святотатство и хулана духа святаго так батюшка помолите страве и здравление рыбы божьей юрия сутки в реанимации врачи господи так юлия степанов спасибо бог юлия так так татьяна я не понимаю это проще так ответил и до вашего вопроса дойдет добрый вечер батюшка как относится как относиться к священнику который в супермаркете своровал колбасу и две бутылки коньяка как к нему относиться с сочувствием бедный человек я считаю что есть закон и по закону он должен ответить по нему как минимум покаяться возместить ущерб понимаете священник тоже человек и он может оступиться он может согрешить не идолизируйте священников идеал только бог на него и мы равняться должны а священник помощник но и священник порой может сломаться а вы мои родные должны нас не добить а молитвенно как минимум поддержать о чем я в начале нашей трансляции говорил так дальше я некоторые пролистают здравствуйте 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 так дальше дальше есть ответ ответил здесь на эфире здоровый батюшка да да у нас все батюшки хорошие у нас с этой недели которая начинается практически каждый день будут батюшки в эфире скорее всего завтра в пять часов отец артемий выйдет а в восемь вечера другой еще батюшка но если у нас все срастется получится у нас с этой недели скорее всего каждый день в эфире будет священник или вот четверг у нас отец диакон выходит так да есть свидетели приезжали ну к сожалению по закону должен ответить я считаю возместить ущерб и тому подобное есть церковный суд вот перед ним он в духовном плане ответьте в том числе так я не понимаю что значит хулить ругать значит и значит и поносить ну и вы поняли что я ответил по поводу хулина Духа Святаго Ирина Капрал и же с ними вот если вы поняли что я ответил нажмите пальчик чтобы услышали меня так как вы относитесь к протестантам баптистам и другим конфессиям с сожалением духовно никак не отношусь я православный священник я отношусь к православию в плане другом отношусь мне их жалко потому что они услышали о Христе но еще ко Христу толком не пришли пока им запудривают мозги к сожалению это факт потому что они много и священные писания в том числе исказили на ком они женились у Адама и Евы были два сына на ком они женились это из области вопрос что в священном писании не все написано в том числе у Господь ну есть такое предположение что Господь ладно я опущу этот вопрос дабы не было искушений и соблазна для кого-то понимаете для нас сегодня инцесты и тому подобное это катастрофа на тот момент это безвыходность была так Татьяна вот вас зацепили с этой хулой так так дальше дальше спасибо батюшка за ответ так батюшка помолитесь о Юре его уже писали помолимся спасибо Господи спасибо Господи за добрые слова благодарю вас были начитки эмоции моря посмотрела на людей другими глазами да отрезвлять Евгений я с вами согласен так получается Дух Святой превыше Господа Дух Святой и есть Бог в том числе у нас Троица Отец Сын и Дух Святой Троица Сын и Нераздельная удачи тебе спасибо Господи так а теперь поняла да это предательство во всех отношениях в общем да 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 помолитесь уже Валентине укрепью Господи врачу так в пять Москвы не знаю что спасибо Господи за пожелание здоровья как вы с Духом Святым общаетесь посредством молитвы есть такая замечательная молитва царю небес царю небесный утеши для души истинной и живи с десы и вся исполняя сокровища и благие жизни податели приди и вселися вны и очистины от всяких скверны спаси блажа души нашим молитвой общаюсь молитва это беседа так во всем еще не говорите дьякон это правда есть у нас дьякон да появился хороший юный правда дьякон недавно его рукоположили достаточно грамотный мне понравилось как он отвечал правда побаялся первый эфир у него был но он молодец я рад что у нас появился такой в проекте с дьякон вообще дьякон для общего развития это первая ступень священства он не может не крестить но он уже может прикасаться к престолу сосудом то есть это первый духовный такой помощник священника не во всех храмах есть дьякон это такая изюминка украшения но тем не менее у нас такое украшение появилось так спасибо господи светлана вера между так вера они между собой женились не понял да 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 у меня уже с инстаграма тут параллельно приходят вопросы так монофизита отче армянская церковь к нам не присоединилась а не монофизита нет вот что значит монофизия физио физио природа они вся полнота православия я не беру не беру только русская православная церковь это и антихийская иерусалимская там ну все остальные можно перечислить они признали в господи две совершенные природы божественной человеческой две совершенные воли человеческая и божественная вот а монофизиты от слова физио они признали в христе только божественную природу что божественная природа поглотила человеческую поэтому он не имел ни свободы выбора ни чего-либо то есть вот в чем ересть получился и например раскол такой привет доброй ночи доброй ночи у меня на телефоне могу класс ставить но спасибо большое батюшка константин за ответ вас слава боже батюшка у меня не крещеный не крещеный совминовья я приходила в храм и женщина узнавали что они не крещены говорили что это очень плохо и ну что и ну крестить надо знаете вот почему крестят во-первых мы основываемся на словах христа кто не крестится водой духом не внидит царствие небесное то есть не войдет царствие небесное поэтому мы крестимся и второй момент где мы читаем да вообще три места у нас в священописании где мы читаем крещение да господь говорит идите и научите все народы крестьяне хвами отца и сына и стога духа и все все соблюдите что я вам заповедал и буду с вами до скончания века аминь вот поэтому это основание господа то есть так я вас люблю бог я не бог я священник недостойный грешный так проще говоря баптиста и прочее это как идил мусульмане ну что-то может быть что-то подобие внутренний духовный такой взрыв может быть так русские как таковые это духовные мигранты русские как таковые это духовные мигранты но если это Барак Обама говорит может быть так так почему глаза у тебя почему в глазах у тебя боль нет все хорошо я немножко может щурить у меня как господи хотел бы искривая искривение сетчатки глаза поэтому у меня расплывается текст дисклезия в общем что-то такое я иногда коррекционные очки ношу чтобы немножко для глаз так на своих сестрах на так ответа не будет я так и понял я не думаю что вам этот ответ будет близок по сердцу потому что вы рассуждаете уже сегодняшним образом и пониманием в то время было совсем по-другому так святой отец как Бог относится к геям отрицательно вот Содом и Гамору уничтожил поэтому так и относится этот грех называется Содомский так всем привет всем привет в одно и то же время батюшка так время вашего эфира да у нас практически все священники выходят в восемь вечера я по воскресеньям выхожу в инстаграме в субботу там я в в девять вхожу в инстаграме со своей страницы так я либо во вторник либо в среду лягу в больницу переживаю как быть с эфиром бывает интернет так там виснет в записи посмотрите не переживайте Ирина дай Бог вам здравия чтобы вы в больнице подлечились для меня это самое главное так и нужно их крестить обязательно ради Бог делить своих детей на крещённых или не крещённых я уже ответил вам на вопрос если вы меня услышали Лена поставьте пальчик пожалуйста чтобы я понял что вы меня услышали так спасибо 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 почему вы русские мечетесь между верой и неверием потому что это то же самое что мы не мечемся я я наверное по-другому скажу представьте у вас две женщины одну вы любите а с другой вы обязаны быть по каким-то таким жестким и не совсем приятным для вас обстоятельств то есть вы заложник и вот вы мечетесь с той от безысходности или с этой что вы любите кому вы будете хотеть к тому к вере но поскольку мы грешим поэтому бывает и у нас проявляется маловерие ответьте Барак Обама если услышал меня нажми пальчик так а как ответа не будет ответ есть только я не дошел еще до вашего ответа проявляйте терпение пожалуйста я могу просто пролистать до самого низа но я многие тогда не отвечу так понравился так Соколова похоже батюшка всем ответит подождите пожалуйста шестнадцать минут ну если вы не хотите можете не ждать для Виктор в четверг он ведет отец дьякона эфиры же они христиане христиане только они я же говорю вся полнота церкви весь мир принял в господи две природы две воли они не приняли вот вам итог так дальше это просто сам дьявол и бог братья я так слышал нет это не правда лукавые это творение божие но когда господь его творил ведь деница переводится как несущий свет но он так возгордился что этот свет стал тьмою поэтому он не брат он творение божие один из ангелов который стал падшим ангелом который не касается православия не дождусь ответа не дают захотите дождетесь так сорок это отрицает золотой да вопрос слишком много батюшка не успеет отвечать я хотим сказать что не ответить вот вам явный пример в лице артура что нету терпения вот из-за нашего нетерпения у нас многие проблемы так читать пробовать так а что нигде больше нельзя читать пробовать можно читать пробовать в первую очередь в храме это площадка где есть верующие православные люди которые может быть я искренне верую в это что они хотят также услышать слово божие еще плюс понимаете мы с вами находимся от некоторых на сотне тысячу километров где бы вы еще смогли пообщаться допустим со мною или я с вами это идея это изумительное подспорье для нашего общения сейчас у меня молитур потух так батюшка помолитесь он лежит в больнице только имя напишите Сергия как имя это малышки скажите у меня больной папа я ухаживаю за ним иногда сил больше нет грех ли это ведь этому отец но сил нет понятно подкрепи вас господи вот грех в том что если вы начинаете роптать ненавидеть его там или обижаться вот в этом грех в первую очередь так дальше 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 почему если один один из догмата христианно-троица в библии прямо слова троица нету нету я уже говорил на эту тему что и библия 100 вообще очень поздно появилась именно как каноничных такой момент ну когда господь говорит иди идите и крестите все народы во имя отца и сына с того духа это кто мы обвиняем именуем словом троица так а грех ли это что что устаю физически нет это не грех нужно отдыхать берите себя немножечко просите чтобы кто-то вас папой подменял чтобы вы не сами не выдохлись немножко пролистаю 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 так ответил ответил так да 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 ответил ответил так придут так где написано что ответил скажи а что скажете про ислам ничего не скажу я к нему никакого отношения не имею знаете вот я уважительно отношусь к исламу но взять же того же пророка мухаммеда ведь насколько я понимаю и знаю ни одно пророчество не сбылось его как можно человека назвать пророком которого пророчество не сбылось вот а если взять рай мусульманский это вообще шок так ну батюшка я знаю но другие говорят что сам дьявол Люцифер был плохим и бог наказал вот парадокс Люцифер вы с большой буквы пишите а бог с маленькой да он отправил в ад так конечно батюшка очень хорошо что вы мы с москвы до до нас ну никак не доехать скажите пожалуйста если поменять веру христианина вы будете вероотступни ца Оксана если поменять веру православных христианина на другую является ли Святой Дух Личностью да что делать если сил устало одно с другим отдохнуть смена обстановки молиться исповедиться причащаться тут надо разбираться лично в вашей ситуации Ирина потому что так не отвечу вы очень обширный такой общий вопрос задаете на который индивидуально не ответишь на данный момент спасибо гости за пожелания здоровья так это на на мусульманство это грех на мусульманство да вероотступничество вы православие еще не узнали а хотите на мусульманство пойти если вы хотите хиджаб одевать оденьте хороший платок и длинную юбку как минимум для начала если вам нравятся какие-то строгости уставов мусульманства попробуйте идеально соблюсти все законы и правила церкви вы поймете что тут очень тоже непросто так по какой же Библии Иисус сам себя Богом не называет и говорит о Боге в третьем лице за что Христа распяли вот главный вопрос Геннадий за что его распяли за то что он себя сыном Божиим именует кричал еврейский народ он себя сыном Божиим именует это свидетельствуют уже те которые его распяли за кого вы мне признаете спрашивает сам Господь одни говорят за пророка а другие говорят ты сын Божий правильно говорите понимаете одно дело что он сам говорил ну и опять третий момент кто видел меня тут видел и отца потому что я в отце и отец во мне отец отца кто сын сын кто Бог по моему настолько все элементарно и просто ну что тут еще мудровать Бог един только у кого-то Аллах не согласен с вами возьмите буддизм там вообще Бога нету как можно назвать Бога у которого тридцать три руки или слоня слоновидное лицо какое отношение в буддизме там каждый человек Бог перерождаясь из букашки в таракашку поэтому это недопонимание так святого познала себе вместо имени я да батюшка помолись здоровья внучки напишите серге имя внучки как я помолюсь если не знаю имя благословите мою доченьку на ночь Бог благословит так все мои родные давайте закругляться мы и так уже полтора часа в эфире потом мне длинные эфиры тяжело потом на свой youtube канал загружать я рад был с вами пообщаться это был проект батюшка love батюшка любовь с вами был священник константин мальцев мы говорили о Боге о любви в Боге Машенька вижу спасибо господи Сергий благодарю врачу господи младенцам Марию искренне вас благодарю что вы были с проектом заходите на проект приглашайте своих близких родных не навязывайте а приглашать можно я думаю не найду для себя тоже какую-то духовную пользу которой может быть их приблизить в познание Бога в любви к Боге храни вас Господь Божья помощь на предстоящую вам неделю седмицу аминь храни Господь и и и и и и и